Подарить внимание и теплую улыбку, поздравить с Великой Победой и вручить подарки. С такими позитивными и приятными целями председатель Прескова госполкома Сергей Лободинский прибыл к Брещанке ветерану Великой Отечественной войны Таисии Козырь-Павловской. О войне эта сильная женщина вспоминается слезами на глазах. В 12-летнем возрасте она попала в партизанский отряд и отдала всю себя во имя заветного Дня Победы. Становится добра традиции. Я говорю, что традициям белоруса не изменяют. Конечно, мы посещаем, наверное, самых дорогих людей, которые своей силой и волей, а уже кого-то и нету в живых, добывали нам это мирное небо. Сегодня по Бресту у нас 144 участника Великой Отечественной войны, из них непосредственно 17 – это участники, 87 – это узники. Это те люди, которые сегодня заслуживают внимания и в первую очередь, наверное, понимания того, чтобы мы донесли нашим детям, что те ужасы войны, которые постигли в свое время эти люди, никогда не наступили на нашу землю, чтобы мы берегли то, что сегодня имеем. А мы имеем сегодня много – это людей и мирное небо. А в это время на партизанском проспекте развернулось еще одно поздравление. До администрации Московского района вместе с депутатами и военнослужащими Брестского гарнизона поздравляли ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Маньковского. Сегодня мы поздравляем Дмитрия Даниловича Маньковского, заслуженный ветеран, участник боевых действий. К сожалению, у нас их остается все меньше и меньше. Непосредственно те люди, которые участвовали в освобождении от Республики Беларусь, и, в принципе, удостоены высоких наград. Необходимо отметить такой жизненный запал у ветеранов. Каждый раз, когда встречаешься, действительно, ты получаешь даже дополнительный какой-то заряд даже для себя. То есть те люди, которые прошли через войну, в них чувствуется огромный потенциал, действительно, энергетика, благодаря чему мы, в принципе, и пытаемся, пока есть возможность, вовлечь максимальное количество молодежи, чтобы они могли прикоснуться, скажем, к этим людям, к этой истории. Сегодня мы движемся все преддверии нашего такого большого праздника, который дорог сердцу каждого белоруса, каждого брещанина. Это 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому, конечно, такая традиция сложилась несколько лет назад, и я считаю, что это очень важная и полезная традиция. И сегодня мы тоже собрались у дома одного из ветеранов поздравить его с наступающим праздником, поздравить широко, поздравить разными, скажем так, слоями нашего гражданского и военного общества, военным оркестром. Мы, как представители депутатского корпуса, тоже пришли поздравить общественные организации. Я думаю, все это будет ему приятно. Во всяком случае, такое простое, хорошее внимание, она всегда человеку приятно. Ну и, конечно, подарить небольшие подарки. Солнечный мирный день, цветущий улица и заветная песня День Победы. Торжество со слезами на глазах будто на секунду вернуло присутствующих в прошлое, в тот памятный 1945 год. День Победы День Победы – это действительно всенародный праздник для нашего белорусского народа. Ведь Великая Отечественная война не обошла ни одну семью, которая проживала на территории Брестской области. И то, что сегодня в канун этого светлого праздника мы чествуем ветеранов, это очень здорово. И очень здорово то, что сегодня молодежь участвует в этом деле очень активно. Причем не только в чествованиях, но и в оказании всесторонней помощи ветеранам. Начиная, я не знаю, нарубить дров, принести воды, убраться в доме, во дворе и заканчивая вот такими мероприятиями, когда говорятся хорошие, добрые слова ветеранам, говорятся слова благодарности. И это воспитание молодежи, это на самом деле сегодня очень важно, чтобы наша молодежь воспитывалась в духе патриотизма, чтобы она гордилась своей страной, знала своих героев, свои достижения. И в трудный момент, если такое вдруг наступит, могла защищать эту свою родину. Дмитрий Маньковский был призван на фронт после освобождения родного Толочинского района в июне 1944 года. Он влился в ряды воинов Третьего Белорусского фронта. Осенью 1944 года ветеран участвовал в Кеницбергской освободительной операции, где был тяжело ранен. И несмотря на все жизненные перипетии и ужасы войны, в свои 98 лет он не унывает и радуется жизни. Тяжелое время, после войны, работал, жил, семья была, жены уже нет, две дочки было, нету дочек, остались вот внуки, даже праправнук появился, Тимофей такой молодец. Ну вот такие дела, дючатки. Как мне есть, надо жить. Надо жить. Вот я живу сам, сам себе готовлюсь, а я стараюсь еще. Жить надо еще. Стараться жить. Не унывать. Не унывайте, ребята. Живите. 9 мая мы говорим спасибо ветеранам за мир, за победу над фашизмом и за подвиг, который нельзя переоценить. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.